По поводу распространения агитационных листовок, третье, те, кто готов сам особо быстро работать, и старшим группой, возможно, в каком-то из отделов. Я обязуюсь всех, кто запишется за воскресенье и понедельник, обзвонить, пригласить по районам в одну группу, по направлениям, и начнем пробивать дальше информационную блокаду. Взяли порошенко за горло, но очень нежно, потому что 25 тысяч людей для миллионной страны десятки миллионов не проживают. Это нежно. А чтобы взять сильнее, нужно бунтовать организацию, иду же швидко. И остальное, по поводу насильства и по поводу хлопцев. Друзья, давайте четко разумите, что для того, чтобы можно было брать за шкирку и кого-то тащить на везлице из Влады, за сотню и другого хлопчика должны стоять величезные массы людей. А иначе мы будем постоянно ездить к ним на суды, как это было в останний раз, когда Беркутня избивала народного героя Украины ногами под судом Утруханова. Людей не было. И он взял на ходу сброя и выстрелил в землю. Попало в бедро Беркутовцу. И потом Аваков давил на суд, чтобы его взяли за граты. Мы его вытащили под поруки. Сейчас находится под домашним арестом. Никакие хлопцы за нас ничего не решат. Только разом. Ветераны свою прайсу срогут. Но, друзья, нас тоже должно быть много. Еще раз. Можно долго блакоты, уже 4 месяца. Прошу заходить во французский номер, записываться, я тоже туда иду. И в течение воскресенья-понедельника, кто как может помочь, всех сгруппируем по группам. Еще раз. Кто может быть организатором нескольких человек, агитаторов, либо людей, которые разносят литературу. Мы так и запишем. Кто имеет один час в неделю всего лишь. И может и помочь, ты, конечно, телефониста, на случай, когда нужно собрать много людей. Так и запишем. Прошу заходить на МЭД. Я пойду туда, чтобы все ускорить тоже. Слава Украине! Прошу заходить на МЭД. Прошу заходить на МЭД.